Макгод, мистер Виннер, затащил вчера против Хэппича. Почти. Почти. Самое главное слово было сказано в конце предложения. Он выиграл Олимпийские игры. Почти. Да, цитирую Project, написал ты все равно дальше не пройдешь. Цитата Мишкер, поддержка огонь. Миш, ну тебе не стыдно меня вот так? Стыдно, стыдно. Я просто нахожусь в измерении PUBG. Как я всегда дать. Не так верю в твой успех. А по Варику, да, по Варику я вчера посматривал, как ты там. Лидмастер отдавал. Я верю в тебя, я верю. А синевику привет, он синевик же? Нет. Нет? Оранжевый никнейм. Оранжевый, то есть помощник или саппортер? Нет, нет, такой... А, ой, тогда все, извините, пожалуйста, извините. Ну, тот же. Я постараюсь исправиться. У меня рефорс, кстати, графика. И Варден выходит. И там Архмак. Но мы знаем, что мистер Винер, несмотря ни на что, играет пассивно-агрессивно в рефлокастеров. Да, и это на самом деле не такой плохой вариант против Варден. Потому что, во-первых, вы не так сильно рискуете, не ставя экспант и не даете ей повода вас сильно захарасить во время игры. Плюс рефлокастеры в правильном исполнении это весьма агрессивная тайминговая стратегия, которая тоже против Вардена очень хорошо заходит. Потому что если вдруг игра затянется, там пятая Варден, не дай бог шестая, то все, пиши пропало. А так, прессануть ее, не дать раскачаться, не дать разводить, милое дело. Поэтому посмотрим, как будет. Правда, мистер Винер, я помню, на прошлом турнире, не помню, правда, какому конкретно эльфу, но так отдался просто. Ну так отдался. А, я помню, да. Это было ужасно. Тренировал. Да. Причем вроде бы все так. Не-не, комментируй, ладно. Не-не, я не знаю, что комментируй. Что происходит? Рассказывай. Не, я просто хотел тебя спросить, как здесь орком играть, потому что я второй раз играю на этой карте. Ну, выбивать артефакты, здесь ключевое, это артефакты из желтых точек. И молиться богу рандома, чтобы тебе все, что нужно, падало. Большие камни, большие бутылки маны. Один магас еще, особенность важная. Да, один магас и... Маркетплейс, отлично, могу когти закупить. Да. Это будет сразу нычка от флоги или нет? Он еще Т1. Но у него не хватает, конечно, дерева и золота. Сейчас, друзья, Сокол не слышно. Ничка поддерживает, Сокол сейчас погромко сделает. Сделай громче плюс. Я просто сегодня сделаю трансляцию с этого, с компьютера от другого, для того, чтобы оверлей работали. Сейчас ты будешь очень громко, я чувствую. Давай, продолжай. Да, я думаю, тоже. Да, сделай потише. Два Ancient of War барака у флоги. Т1, Т2 включился. Нычки еще нету. Вот так, да не будет никакой нычки. Зачем нычки? Ни у кого здесь нычки не будет в ближайшее время. Но два барака это... Ну, для Вардена это не так прям экзотично, чего он эксп-то делает... Ой, в смысле, этот тир делает. Два барака для криппинга исключительно. Ну, они тоже денег стоят же. И висп по 120. Да, висп тут половина барака стоит. Да, даже больше. В это время мистер Виннер почти на третьем уровне, варденка 2,3. Оба играют мега пассивно. Оба играют через скриппинг. Если мистер Виннеру... Ну, хотя и варденке тоже, наверное, это... Это полезно. Просто, когда ты играешь вот в таком стиле, ты зависишь от артефактов сильнее, чем обычно. То есть одно дело, когда ты бегаешь, харасишь героем и противнику не даешь, а другое дело, когда на отку поставляешь, короче. Ну, думаю, Фоги хватит сейчас экспириенс. Да, он ровно третий будет. Ровно третий. И мистер Виннер идет на разведачу. Очень хорошая разведка со стороны Фогича. Сразу он, виспом, встречает разведку. Да. Теряет 120 голды. И идет сразу на мага, судя по всему. Возможно, на ботинке, возможно, второй даггер. У меня, к сожалению, не отображается, что... И продаст скролл в зе бис. А, персоналочка. Хм. Перерасоналка, да. Будет залетать на мейн. На мейн будет залетать. Там есть магическая вышка. Это хорошо, но... На двое ножей хватит. Ножи хайд. Их Виннер заюзал. Что? Скролл в зе бис против барака. Что? Да. И иллюзии еще подставил. Ну, это молодец. Это-то да, но... У него скролл в зе бис наполовину пройдет, пока он добежит. Это да. А, Хантерс Холл немножко запоздала. И у Фогича... Сейчас будут ножи очень хорошие на мейне. Смотри на мейне. Варденка. Готовится. Сто. О, красиво. Это ключевой момент. Вообще Фогичу не мешал бы... Да, виспы. Виспы и продакшн. В смысле минус скролл в зе бис. Самое главное, элемов тут поддиспелить. Ну, и сейчас с ножами... О, это минус все футы. Да, но... Есть его. Мега тайминговый магазин тоже. Я не понимаю вообще, как можно так делать. Ну, ё-моё. Но мистер Виннер фокусит в Хантерс Холл, что неправильно. Да, он переключился на магаз, но в этот момент падает еще два фута. Но магазин все равно не достроится. По сути, ты отбиваешь. Ты отбиваешься здесь с одной... С одной варденкой с маной. Все это гг. Мистер Виннер. Да. Это будет 4-ая варя. Варденка побежала дальше на мейн. Скорее всего на мейн. Там футы биты. Даже рифла не захотел убивать варденкой. Просто побежал на мейн. А висп, на которой стафануться, он умер. Да, да, он сразу умер. Интересно, у него блинк или не блинк? Он не показывает. Может, он делает блинк внутрь и стаф назад домой потом. Да, но там в МК выходит магическая вышка. Не факт, что он успеет оттуда уйти. Но успеет. Он же не знает тайминга МК. Он сейчас в любом случае рискует. Может, и не будет заходить внутрь. Ферму ставь, мистер Виннер. Блин. Блин, что же он делает, а? Он видит, что готовится МК... Нет, лезет вперед. Рискует Фогич. Убивает. Стаф, стаф, стаф. В смысле, ну как стаф? Какая разница, есть у него стаф или нет стаф? Если МК выходит, она не уйдет. Ну да, если мистер Виннер не ступит. А если бы он еще ферму поставил, ее сейчас ползал. Ну заблочит, заблочит. Да уже поздно, какая рая. Сейчас она уходит. Блин, мистер Виннер мог Варденку просто четвертую здесь оставить. На базе у него. Просто оставляет. Ладно, ферма. Если ферму не построил, что Рифлата не подвинул? Что МК не подвинул в проход? Она потом никуда не ушла вообще. Давай я тебе еще погромче сделаю. Рассказывай. Не, ну все, победка от Фогича. Уже на 105 процентов. Очень похоже. В этой игре Фогич не потерял ни одного юнита. Блин, ты специально еще громче начал говорить, да, видимо? Нет, как всегда. Все, сделайте, Атиша. О, ты видел этот болт? Что ж, все, нет, не видел, прости. Он под углом 90 градусов полетел. Сначала он в пленка, потом она пленканулась, и он за ней полетел. Да, такое бывает. Такое бывает. Ну сейчас сложа замах. Красиво, Риф. Нет, все-таки должен. Красиво замахачал. Опять. И опять фермы нету на... Входе. К мистер Виннеру, Фогича решается. Я поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщил. Там это самое. Не хочу больше быть синевиком. Пишет ппхх куку, говорит, не хочу больше синевиком. Каис перед главой Джуджейми, надеюсь на все прощение. Ты прощен, бывший синевик. Теперь, теперь ты особенный. Добро пожаловать. Спасибо большое за поддержку. Кстати, помнишь, вчера прилетел там донат на 25к? Он прилетел через Paypal. Там подписался пухом какой-то товарищ, но выяснилось, что это был Росбрейн. Вот такое вот у него чувство юмора, да. Не знаю, отзовет он этот платеж, не отзовет. Но посмотрим, что будет дальше. А сегодня, сегодня у нас восьмой Чизкап. Очень отрадно мне наблюдать, что в разделе турниров, особенно по Варкрафт на Гудгейме, куда мы зайдем после того, как эта игра закончится, просто огромное количество созданных турниров наперед. На месяц и просто вперед. Будет как минимум два турнира еженедельник с призовым фондом. Ну, 10-20 тысяч рублей. Это очень радует. Много контента. Ну, а пока мы смотрим матч, кажется, третьего тура. Я не посмотрел по сеточке. Это Фоги против Мистера Виннера. И тут все происходит в одни ворота. Фоги уже начинает креативить, потому что может огромное количество арчей десантироваться, собираются. Почему не делает ножей, я не знаю. Просто Варден не делает ножей. Вот она залетела, не сделала ножей. Только вот когда у нее выжгли всю вообще ману, и осталась только соточка. Ну, там, на последнюю она сделала. Сделала же. Сделала же, да, сделала. На всякий случай перестраховывается протектором, потому что, по сути, единственная возможность у Мистера Виннера выиграть, это прийти и убить. Не знаю, как это работает, но... Так, у него 45 цепла, у Фоги 38, но при этом уже мастер-медведи. Да, Т3 и протектор есть на Мэйне. Ну и, соответственно, Вардена наш тоже убивает. Соответственно, там, скорее всего, она скорой 5-й бой. Ой. Подрезаются футы, подрезаются. Сорочка одна, бедолага. Мистер Виннер должен, видимо, после криппинга купить телепорт. А нет, у него есть телепорт. Должен телепортироваться сейчас. Но пока он будет тпшиться, он потеряет еще рабочих. Варька 5-й. На Фоги просто балуется. В Фоги просто балуется. Сейчас можно тпшиться домой. Персоналочка пошла. Дома полупустые мануэлы, правда, кстати. Ну, медведи вылечат и магаз есть. Да, самое главное, что есть магазин. Пятая Варя. Кстати, в такой ситуации, может быть, имел смысл даже третий ножик взять. Чтобы отбиться на херокили и все. Да, он и так и всяко подбивается, по-моему. Потому что мистер Виннер просто уходит. Отходит. Ой, теряется Мишка. А есть стафф? Нет, 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 нет стафф. Там на Мэйне Фоги пытается развлечь еще дропом. Там есть три ополченца и... Зачем Висп Фогичу в этом в дирижабле, интересно? Мейн поставить, ну... Ой, ты видел, как молоток влетел в хайд? И не нанес урон. Да, красиво. Такое очень редко бывает. Красиво. Потому что время полета молотка, оно почти такое же, как и время, как пока ты хайдишься. То есть ты должен... Он должен кинуть, и ты должен в этот же, блин, момент схайдиться, чтобы тебя не прилетело. Такое крайне редко увидишь. Протектор, тем не менее, жалко, что отдается. Сейчас будет дроп еще один на Мэйн. Фогич 5. Арчей дропает. Ну да контроль! Да контроль, Арчу! Минус одна, вторая. Третий Арч. А зачем тогда дропался, если занят нам? О, всех Арчей потерял. Да, но со Шреддером, с Медведем. И Медведи бегают за одним рифлом. Фоги! Ох! Блин. Вот был бы Хуман посерьезнее в такой ситуации. Мог бы вырваться. Мог и затащить, да. Ну, Варденки еще фулл мана делает сейчас ножики. Минусуется очень много рифлов. Мистер Виннер пытается как-то запокусить Медведя. Это у него получается. Но рифла пододвинь, Мистер Виннер! Ну там Варя шестая. Там через Аклик Медведи были отправлены. Ну да. Да не через Аклик. Они тыкнули в рифла и бегали за ним долгое время. Аклик-то это, ладно, для Медведей нормально через Аклик их посылать. А вот став. О, какой став классный. Равный суплай почти у боих игроков. Да все, ульта и ульта. Я знаю, но вы просто так говорите, что равна. Ну что ты не интригу с... Ты смотри, у Мистер Виннера полная мина рабов. Полная мина огурцов. Ладно. 7400 у Мистера Виннера, а у Фогича 5800. То есть колоссальная разница по недобытому золоту. Там полтора косаря. Приблизительно. Варденька делает ульту, не делает ульту, делает... Делает ульту. Ну просто Мистер Виннер должен отойти. Зачем он остается здесь? А куда ему идти? Назад. Забачий идиот. У Фоги 20 суплая, у Мистер Виннера 28, Мишань. Ну да, тогда все шансы. Не, ну шансов нет, но... А представляете, как бы его Блэйда был бы ультимейт, такой, который всю армию Хомена может просто повернуть. Не та вертушка, которая одним свитком контрится. Тыкаешь кнопку, и все, и вся армия назад. Или сплэш, чтобы у него появлялся. Блэйдмастер. Плюс 500 жизней, дистанционная атака и сплэш. Как ты думаешь, баланс был бы? Это наконец-то был бы баланс, гг. Реально, представляешь? Вот Блэйдмастер и Демон Хантер, это герои крайне похожи по всему. То есть у них базовый урон различается на единичку, армор такой же, хп отличаются на 20-й здоровье. Своровали две агибы у меня, не надо. А, да, у тебя же еще урон поменьше. Но, но... Даже пассивки, несмотря на нубасов, они очень похожи, очень сопоставимы, очень похожи. Только у одного ульта, которую иногда даже не берут, а у второго ульта, если ты дожил, то, скорее всего, ты выиграешь. Потому что она такое преимущество дает, что страшно. Вот. Просто представьте, Блэйдмастер... А, у тебя игра начинается? Вместе комментировать будем. Я зайду? Давай, заходи. Так, как это? Я не буду подсказывать, что делает оппонент. Я буду только тебе советы давать. Это же не запрещено.